МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую! Деловой еженедельник сегодня хочу открыть интересной цифрой. Товары на сумму 20 миллионов долларов малый и средний бизнес уже экспортирует из Архангельской области. Впечатляет, но такой возможностью пользуются далеко не все производители региона. Хотя разобраться с торговлей на международных рынках, как выясняется, проще простого. Вы знали, что можете продавать, например, березовые веники на международных маркетплейсах, ездить с ненецкими бубнами на выставки в другие страны, делать об этом презентационные буклеты на иностранном языке? Вам даже партнеры найдут, чтобы он у вас продукцию закупил. И все это за счет государства. В рамках работы Центра поддержки экспорта Архангельской области. В Российской Федерации создана целая инфраструктура развития и поддержки экспорта, которая позволяет российским компаниям, которые либо начинают свою экспортную деятельность, либо хотят как-то расширить свою географию поставок, получить комплекс мер поддержки, которые обеспечат вывод его продукции на экспортные рынки под ключ. Поэтому самое главное, чтобы в настоящее время компании знали, куда они могут обратиться за профессиональной консультацией и за соответствующими мерами поддержки. Для тех, кто хочет разобраться с торговлей на международных рынках, на деловой программе Маргаритинской ярмарки прошел бесплатный семинар «Как начать экспортировать помощь рядом». При этом речь идет не только о крупных игроках, которые сейчас готовы работать с открытыми рынками Египта, Турции, Ирана, Китая и других дружественных стран. «Даже небольшие игроки, которые занимаются народно-художественными промыслами, это тоже наша целая аудитория, выход на маркетплейсы и так далее, это позволяет им уже расширять границы. У нас очень часто бытового мнения, что мой рынок сбыта – это 20 жителей, но вопрос, почему, потому что я в Шенкурске, я за рекой. Нет, границ больше нет, и мы это постоянно доносим, доказываем. Там порядка, наверное, 80 или 100 предпринимателей уже вышли с нами на маркетплейсы, кто-то имеет уже успех». В Центре поддержки экспорта Архангельской области потенциальным экспортерам помогают найти свое небольшое, но конкретное преимущество и правильно его донести зарубежным партнерам. Предприниматели только малого и среднего бизнеса с 2018 года уже заработали при поддержке Агентства регионального развития около 20 миллионов долларов. Знаковой частью деловой программы «Маргаритинки» стал форум «Мой бизнес. Время решительных действий и антикризисных мер». В этом году Архангельск посетили представители более 500 предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Всего 2500 участников, не считая онлайн-зрителей в России и за рубежом. Такую концентрацию деловых людей в одном месте еще поискать. С первых минут встречи предприниматели обменивались опытом и общались с экспертами федерального уровня на самые актуальные для бизнеса темы. Некоторые люди, когда меняется внешняя среда, начинают унывать и считают, что ничего невозможно сделать. Это борьба с внутренными мельницами. Мы здесь пытаемся, мы стараемся, мы чего-то хотим, у нас ничего не получается. У нас все с вами получится. Этот посыл стал лид-мотивом всей деловой программы «Маргаритинки». Да и название форума говорит за себя «Мой бизнес – время решительных действий и антикризисных мер». Программы «Маргаритинской ярмарки» они формировались вместе с предпринимателями на основании тех запросов, которые мы слышали от них. И спикеров приглашали. И мероприятие организовывали именно на основе тех посылов, которые шли снизу, шли от бизнеса. А бизнес заинтересован в эффективном управлении производством, улучшении работы предприятия за счет цифровизации процессов и, как следствие, получения прибыли. Лучший хедхантер страны Владимир Якуба даже проверил несколько предприятий в телефонных продажах. «У вас есть магазин здесь, кстати, физический? А, шоу-рум. Если есть магазин, то приглашение в шоу-рум. Если нет магазина, то… Ага, все понял. Ясно, ясно. Ну ладно, я тогда подумаю. Смотрите, вы на самом деле можете замехать к нам на производство у нас в районе форума. Молодец, да? Поаплодируйте ему. Красавец! Умница! Вот! На участие в форуме, который проходит в онлайн и оффлайн форматах, зарегистрировалось более двух с половиной тысяч человек. Это очень шикарное мероприятие. Я участвую каждый год и думаю, что очень много полезного в этом году. Так же увижу и услышу. Впереди обсуждение предложений по развитию сферы туризма, сельского хозяйства, рыбоводства, планы по созданию региональных парков для ускорения запуска новых производств. По морю уже сформировано более 30 готовых идей со стартовым капиталом от миллиона до миллиарда рублей. Нужна бизнес-идея, причем эксклюзивная. Казалось бы, как это сложно придумать, но на самом деле можно, если уметь пользоваться всеми видами предлагаемой поддержки от государства. Так северодвинке от Татьяны Соболевой пришла мысль собрать в одном магазинчике всех мастеров-рукодельников Архангельской области. И такое в городе Корабелов впервые. В центральной улице Северодвинска, проспект Ленина, величественная архитектура сталинских времен теперь дополнена вывеской «Магия Севера». Это небольшой магазинчик сувенирной продукции, но зайдя сюда почти наверняка выйти без покупок не получится. Я вообще тоже мастер. Я делаю свечи из вощины с разными травами. Каждая трава несет свою энергию. Наверное, меня это и подтолкнуло, что на реализацию своих сначала изделий, своих свечей, а потом уже все сложилось так, что люди стали приходить. Открыта точка мастеров только 17 августа. А уже сегодня ассортимент в магазине Татьяны Соболевой более двух тысяч товаров и, главное, эксклюзивных – ручной работы. Вот об этом магазинчике узнала случайно. Мне знакомая скинула ссылку. И вот мы с подружкой пришли, одни из первых. И как бы вот получается с основанием магазина мы тут. Кроме сувениров здесь есть и чем полакомиться. Северный мед, изделия из зефира, иван-чай. Можно и приодеться в одежду местного производства. Отметим, что предпринимательство для Татьяны – дело новое. Но благодаря хорошей подготовке новоиспеченного бизнесмена в Агентстве регионального развития и Центре «Мой бизнес» уверенность в успехе дела есть. Я там проходила курсы предпринимательской деятельности. Мне рассказали, какие могут быть учеты, что подходит для моего бизнеса. Также помогли зарегистрироваться индивидуальным предпринимателям. Уже появилась идея дальнейшего развития. Кроме магазина, на первом этаже, в небольшом помещении, на втором, после ремонта откроют зону мастер-классов. А также, благодаря сотрудничеству с государством, магазин «Магия Севера» вскоре может появиться на всех туристических картах города. Как государственный рубль помогает в открытии новых бизнесов? Эту и еще парочку тем, о которых говорят на федеральном уровне, уместим в нашем дайжесте. В Архангельской области еще больше людей смогут получить помощь на основании социального контракта. Это произойдет уже в этом году благодаря увеличению финансирования из федерального бюджета более чем на 3,5 миллиарда рублей. Нашему региону дополнительно выделят 26 миллионов, еще почти три, со финансирования из областного бюджета. На открытии ИП можно получить до 350 тысяч, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200. В Архангельской области на сегодня уже заключено больше полутора тысяч соцконтрактов. Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей. Изменения коснутся в том числе производителей семян, молочной продукции, кормов для ценных видов лосося и осетров. Займ смогут взять владельцы частных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. На Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников. В этом году бесплатно обучиться смогут больше 100 тысяч учеников. Курсы длятся два года и включают в себя 4 учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получают сертификат. Для подачи заявки нужно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуги. Выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки и пройти вступительные испытания. Наличие в регионе площадок для очного обучения можно посмотреть на странице проекта. Ростуризм подвел предварительные итоги осеннего этапа программы туристического кэшбэка. Им воспользовалось чуть больше 600 тысяч человек. Люди приобрели поездок на общую сумму 14 миллиардов рублей, а сумма кэшбэка составила почти 3 миллиарда. Купить тур или забронировать отель и санаторий можно было в период с 25 августа по 10 сентября. В программе принимали участие все регионы. При бронировании тура или отдельно проживании у партнеров проекта возврат составлял 20%, максимально это 20 тысяч рублей. Напоследок информация на заметку всем, кто чувствует, что пора выйти за рамки привычного. И скажу вам, сделать это легко и, что приятно, даже без финансовых вложений. Не упустите возможность вывести свою продукцию на полке 40 розничных сетей Северо-Запада. Бизнес приглашают в город Наневен на международную продовольственную выставку «Петерфуд». Агентство регионального развития, Центр услуг «Мой бизнес» скомпенсирует предпринимателям участие в этом событии. Для этого необходимо до 1 октября оставить заявку в Агентство регионального развития. Как сэкономить 50 тысяч рублей, научиться принимать объективные решения и освоить финансовое моделирование? Ответы узнаете, если посетите «Бизнес-интенсив». Ценные знания абсолютно бесплатно, но не забудьте про регистрацию. Семинары будут полезны как собственникам бизнеса, так и специалистам, отвечающим за финансы, учет, реализацию и производство продукции на предприятии. На конкурсной основе бизнес может получить гранты от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. А для организаций, зарегистрированных на территории Арктической зоны, эта сумма увеличена до 1 миллиона. Все подробности вам готовы рассказать в Агентстве регионального развития. Пусть эта осень будет теплой от хороших новостей, а мы с удовольствием о них расскажем. Жду вас у экранов ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова